Друзья, здравствуйте! Спасибо, что вы с нами. Алексей Гомон меня зовут, это означает вы, как всегда, на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон. Новую горячую точку на Ближнем Востоке получил мир. Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство бомбят боевиков-хуситов в Йемене. Только лишь первую ночь союзники выпустили по военным складам и объектам более сотни ракет. Причем здесь Израиль, Иран, конечно же, Россия. Говорим сегодня с Давидом Шарпом, израильским военным обозревателем, который сегодня нашел для нас время. Здравствуйте, Давид, рад вас видеть. Здравствуйте, Алексей, взаимно, рад вас видеть тоже. Друзья, ссылку в описании на YouTube-канал Давида Шарпа найдете под этим роликом. Также не забывайте наши YouTube-каналы Дмитрий Гордон и Олеся Вацман в гостях у Гордона для того, чтобы ничего не пропускать. Давайте попробуем по порядку, потому что действительно переживают наши зрители, в том числе, что вспыхнет на Ближнем Востоке еще больше. Потому что от этого, вы уж извините, как говорится, за цинизм, но для нас это особо важно, потому что мы понимаем, чем больше разгорается и на Ближнем Востоке, чем больше новых горячих точек, чем, вероятно, меньше, возможно, будет внимания к войне, которую ведет Россия против нашей страны. Давайте попробуем по порядку. Да, вот Байден единолично, не посоветовавшись с Конгрессом, принял решение поучаствовать в этой военной операции, которая направлена против Хуситов в Йемене. Как вы считаете, почему, да что на это спровоцировало, к чему вот такое резкое решение? Решение не просто резкое, я бы сказал, оно очень и очень запоздало. Решение должны были американцы, ну, насчет британцев, которые к правильному делу присоединились, я могу только одобрительно высказаться, но в первую главную очередь здесь все зависело от американцев, и они должны были принять это решение давным-давно и в более серьезных масштабах. Дело же вот в чем, что Хуситы в свое время нанесли не только удары по израильской территории, собственно, после чего Соединенные Штаты и Саудовцы очень кулуарно, но очень усиленно отговаривали Израиля от ответного удара во избежание эскалации, во избежание последствий для Саудовцев, если Хуситы решат напомнить Саудовцам о своем существовании. Хуситы всерьез занялись международным судоходством. В начале это было под предлогом, ну, собственно, и сейчас они тоже об этом говорят, под предлогом того, что они бьют по израильским судам, или суда, а на самом деле израильских судов как таковых-то почти не существует. Существует суда, ну, где-либо какая-то доля собственности израильского бизнеса, либо следующий в Израиле, либо из Израиля. Так вот, само по себе такого рода пиратство и терроризм, относящийся именно к Израилю, еще не совсем являлось таким вот международным пиратством, а являлось... Дарит, а эти корабли что, топят, грабят? Они, во-первых, ну, начали раскладывать, на самом деле, простой. Либо по кораблям чем-то стреляют противокорабельными ракетами иранского производства или беспилотниками. Кстати, очень популярны в этом плане, это, кстати, и лично иранцы использовали, и конкретно Хуситы для стрельбы по кораблям давным-давно уже, более продвинутые модели шахедов-136, чем те, которые используются в Украине. Почему более продвинутые? Они способны атаковать движущиеся цели, то есть там есть два варианта систем наведения. Либо более умные боеголовки, которые захватывают цель визуально по тем или иным алгоритмам, либо связь между оператором и аппаратом, когда оператор может видеть через головку и направлять удар. Ведь те беспилотники, что действуют в Украине, задействуют Россией, они же ведь наводятся постстационарно, по GPS-у и по инерциальному наведению. Но есть и более продвинутые. Надеюсь, они до России не долетят в том плане, что их Иран не поставит, но исходить из того, что поставят нужно, как говорится, наихудший сценарий. Так вот, Хуситы массово применяли против судов, как они считали имеющих отношение к Израилю, беспилотники, крылатые ракеты и баллистические ракеты. И кроме того, захватывали там высадка с вертолета или попытка захватить абордажем классическим на небольших катерах. Однако далее они, безнаказанность в нашем регионе не способствует прекращению действия, наоборот, их стимулирует, когда речь идет о террористах и им подобных. А Хуситы это именно то, о чем под это определение подходят. И вот начались удары уже по чему попало. Под тем же предлогами полетело во все суда, которые Хуситы считали израильскими или делали вид. И все это дело продолжается недели и месяцы, без реакции сверхдержав на важнейшие артерии, транспортные артерии для международной торговли и международной экономики. Я напомню, что это Бапельмандепский пролив, то есть соединяющий Красный море и Индийский океан. И далее Суэцкий канал. И здесь американцы, которые вычеркнули Хуситов из списка террористов не так давно, продолжали молчать, продолжали их уговаривать через какие-то каналы кулуарные, пытались как-то воздействовать на Иран. Здесь важно понять, что Хуситы действуют сугубо по наущению иранцев. То есть это их союзники, полусоюзники, полумарионетки. Вот если так определить статус Хуситов. И все это оружие, которым... Чтобы провести параллель, то же самое, как и Хамас, правильно? Нет, не в той степени. Хамас это союзник, Хамас это союзник, не единоверцы Ирана. Хамас суниты. И Хамас это организация, близкая к братьям-мусульманам. На протяжении долгих лет гражданской войны в Сирии отношения между Хамасом и Ираном были довольно холодные. То есть даже тогда Иран чуть-чуть помогал Хамасу, но Хамас не поддержал главного союзника Ирана Асада. И Хамас, в общем-то, был такой полуперсоной нон-грата. То есть Хамас это статус не марионетки абсолютно у Иранов. Это статус приятного, я бы сказал так, полезного инструмента, который важен для борьбы с Израилем. И поэтому Иран им помогает очень серьезно. Но есть у Ирана такие инструменты, которые можно назвать либо откровенными марионетками, либо полумарионетками. Откровенные марионетки это разного рода проиранские силы в Сирии и в Ираке. Так называемые шиитские милиции, действующие в Сирии и Ираке. А полумарионетка, полусоюзник это, например, организация Хизбалла в Ливане или вот те же хуситы в Йемене. Хуситы, кстати, такой минимальный ликбез для зрителей, кто не слышал, не видел. Хуситы это примерно 30%, вернее так, это люди, которые опираются на шиитскую общину Йемена, шиитско-зейдитскую общину Йемена. А это немного иная ветвь шиизма, чем в самом Иране. Но это 30% населения этой большой и странной страны, а 30% от 30 с чем-то миллионов это немало. И сегодня хуситы и их союзники контролируют более-менее территорию когдашнего государства Северный Йемен. Это большая территория, это плюс-минус половина населения страны. И это, хотя сложно сказать, сколько там кого и где живет. Ну а сам Йемен примерно по размеру как Украина, я, кстати, нашим зрителям не скажу. Сам Йемен, я скажу честно, не измерял, но, видимо, сопоставим. Однако в Йемене очень немалая территория, это и пустыня, но есть там и горы, и веси, и оазисы. Очень такая разноплана в плане географии страна, и сильно населенная, и супер воинственная. Люди там воюют испокон веков друг с другом. В свое время, еще до гражданской войны, она считалась чуть ли не самой вооруженной в мире. В том плане, что у каждого там автомат Калашникова, как минимум, находился дома в личном пользовании. И осами Хуситы, это партия, которая возникла уже достаточно давно, и они являются давними противниками саудовцев. И с 15-го года ведут упорную войну при поддержке Ирана. Единоверцы, а Иран ведь тоже главный геополитический противник Саудовской Аравии, ведут войну с саудовской коалицией, которая, кстати, недавно затихла, потому что саудовцы поняли ее бесперспективность этой войны. Вначале саудовцы спасли Южный Йемен, вмешавшись, который сегодня является как бы отдельным квази-государством. А далее обстановка застряла, потому что нужно было действовать на земле, а на земле достаточных сил против мотивированных и воинственных Хуситов не хватило, несмотря на превосходство в воздухе и новейшее западное вооружение. Это, кстати говоря, еще один такой урок универсальный, когда многие думают, что оружие является современной панацеей. Панацеей является правильное использование оружия, а главное оружие – это люди. И яркий пример того, как оружие использовать неэффективно, можно неэффективно и не добиваться результатов – это Саудовская Аравия, которая продемонстрировала это в войне с Йеменом, несмотря на самое современное разноплановое оружие, включая истребители F-15. И вот переносимся сегодня. Союзники Ирана-Хуситы, чей лозунг, причем даже лозунг повсеместно употребляющийся, звучит следующим красноречивым образом – «Смерть Америки, смерть Израилю, проклятие евреям и да победит ислам», решили присоединиться к своим собратьям в Газе, причем даже не совсем единоверцам, и с тех пор активно пиратствуют на важнейшие артерии, как я уже говорил, транспортной, американцы, американская администрация в духе своей политики, умиротворения Ирана и вообще такого осторожного отношения к разного рода агрессорам и режимам, в том числе, кстати говоря, и к России. Украинцы должны это прекрасно быть знакомы с этой ситуацией, когда те или иные поставки вооружений задерживаются, систем вооружения задерживаются, решения принимаются с некоторым опозданием, запрещается применять оружие по российской территории. В общем, есть много моментов под поддержкой американцами Украины, когда из-за опасения эскалации американцы не заходят слишком далеко. Вот этого рода опасения эскалации одна из важнейших движущих сил американской политики на Ближнем Востоке, часто очень ошибочной и проблематичной политики, потому что она стимулирует террористов и стимулирует диктаторские вот такие агрессивные режимы, как Иран или как хуситы, на дальнейшие действия. Безнаказанность никак не способствует умиротворению. И вот поэтому я говорю, что решение, которое в итоге приняли, должно было бы принято гораздо раньше. В итоге его все равно пришлось, потому что хуситы откровенно распоясались. И на данный момент мы пока еще не знаем, насколько действия американцев будут носить ограниченный характер, либо они все же хотят взяться за хуситов относительно всерьез. и серьезно раскатать их военные возможности ударами с воздуха. Пока я предположу, что американцы действуют в ограниченном режиме и смотрят на то, как хуситы отреагируют. На словах хуситы обещали врата ада и всякого разного рода интересные меры. Кстати, у них есть возможности кое-что проделать. Ну, так я для общего понимания перечислен. Во-первых, они могут снова ударить по Саудовцам или даже по Эмиратам, чтобы показать, что и тем это не пройдет безнаказанно, например, предоставление воздушного пространства американцам. Они могут ударить по Израилю снова, что, правда, ничем новым не станет. Они могут ударить по американским базам в регионе. Ну и, естественно, продолжать попытки охоты за оставшимися остатками судоходства в Бабельмандепском проливе и кораблями коалиции. Ну, а американцы пока, кроме одного удара, добавили еще парочку маленьких ключа, не так незадолго до нашего с вами разговора. В общем, как всегда, когда подход излишне осторожный, знаете, перефразируя Черчилля, хотя это цитата, на самом деле, насколько я понимаю, не его, он говорит, что кто-то, кто хочет избежать войны за счет позора, в итоге получает позор и войну. Но подход администрации Байдена касательно Ирана, а хуситы – это часть иранской проблемы, в заметной степени вот именно такой позора уже набрались, вреда тоже, но в итоге война оказывается в той или иной степени неизбежная, что мы, собственно, и видим сейчас. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Россия поддержала Йемен, поддержала хуситов, выступила против вот этих вот атак по террористам. В целом, как и в свое время, они поддерживали Хамас и Палестину после террористического акта 7 октября. В ответ, кстати, так получилось, что отблагодарили хуситы Россию тем, что ударили, атаковали ракетой танкер с российской нефтью. Ну, по ошибке, правда. В целом, Давид, почему Россия становится на эту сторону? Да, мы много говорим о вот этой вот оси зла, однако вот в контексте именно хуситов, да, почему Россия решила поддержать их точно так же, как и других террористов. А тут все достаточно просто. Кстати, на заседании Совета безопасности ООН перед атакой американцам нужно было такое легкое, назовем это, медийное обеспечение перед атакой. Как раз Россия, Китай воздержались там при голосовании. В общем-то, никто не наложил вето и не на ту резолюцию. На самом деле, показательно. Сказать, что Россия прям захусит, вот так вот в душе и глубоко, на самом деле, это не совсем так. И есть тому тоже причины. С одной стороны, Россия всегда рада, когда можно перевести стрелки, я имею в виду медийные и общественное внимание, себя на кого-то другого, обменить американца в очередной раз какой-нибудь агрессией, естественно, псевдо, но с точки зрения российской пропаганды это не проблема. Более того, России приятно и весело, когда американцы отвлекают свои ресурсы на что-то другое, когда американцы могут даже вдруг понести потери. Все это приятно и хорошо. Однако они понимают, во-первых, суть проблематичности такой ситуации, когда кто-то буквально бесчинствует в важном месте, в том числе их нефть может, их корабли могут попасть сюда под раздачу. И кроме того, есть еще один тонкий момент. Хуситы являются отъявленными врагами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, стран, с которыми для России важно, достаточно поддерживать, достаточно, не скажу, дружественные отношения, но такие в какой-то мере партнерские. И контакты, и такой баланс отношений с этими государствами для России довольно важен. То есть, если там американцы и британцы, это уж все понятно и все ладно, то с этими ссорятся всерьез. Если хуситы в итоге атакуют Саудовцев и Эмиратцев, то поддержать хуситов и вот на таком фоне будет для России проблематично, с внешнеполитической точки зрения. Однако сегодня все понятно, на дипломатическом фронте они радостно восприняли возможность перевести стрелки, как я уже говорил, на американцев. И будут, насколько им позволит ситуация использовать и эксплуатировать эту ситуацию. И далее удивляться не приходится. Обычный подход их дипломатик. Ну и давайте для наших зрителей тоже объясним. Как я понимаю, есть польза и для Украины от этих ударов по территории Йемена, так как там были разрушены склады с, как вы сказали правильно, с иранскими беспилотниками, с ракетами. А это означает, что, ну, по логике, да, я просто рассуждаю. Теперь какая-то часть, например, тех же беспилотников, которая могла отправиться в Россию, будет вынуждена отправиться на замену в Йемен, для того, чтобы они могли продолжать наносить удары. Так можно рассуждать? Давайте так. Во-первых, ваше рассуждение, в общем-то, верно. Тут можно рассказать следующее. На сегодня, если с точки зрения Украины подходить, значит, на сегодня Ирак, Иран, хоть и не по идеологическим вам соображениям, но по практическим, является врагом Украины. Иран, в том числе те или иные ресурсы Ирана, уходят на производство вооружения для России. Иран получает деньги, Иран прогрессирует во многом благодаря этим поставкам. Ну и взаимовыгодный обмен с Россией происходит. Значит, все, любая ситуация, поэтому в этом отношении, если Иран, который является врагом России, или проиранские силы, получает какой-то удар, то, во-первых, от этого должно быть какое-то моральное удовлетворение у украинцев, а как же иначе? А кроме морального удовлетворения, это и материальный ущерб. Если союзник, близкий союзник Ирана, понес материальный физический ущерб, значит, Иран должен будет это либо как-то компенсировать, либо нет. И в любом случае, это, конечно, мелочь, по большому счету, да, но мелочь приятна. И факт того, что нанесен нехорошим людям, нехорошим странам и, в принципе, тем, из-за кого украинцы сегодня гибнут, нанесен какой-то материальный ущерб и какой-то удар, безусловно, это ситуация положительная, со знаком плюс. И поэтому я бы так условно на месте украинцев и на месте других, кто в этом может быть заинтересован, он сказал бы, чем больше, тем лучше. Друзья, если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, будем стараться отвечать на них в последующих интервью. Продолжим тему помощи Украине. Республиканцы в Конгрессе представили свой план победы для нашей страны. Значит, на обложке этого документа четыре современных диктатора. Почему-то именно их выбрали американцы. Значит, там Путин, Си Цзиньпинь, Хаминьи и Лукашенко. Ну, окей, Лукашенко так Лукашенко. Значит, авторы считают, вот эти вот республиканцы, главы трех комитетов в Конгрессе, считают, что политика Байдена, которая предполагает помощь Украине столько, сколько потребуется, это проигрышная стратегия. Это я цитирую. Значит, вот эти трое конгрессменов, республиканцев считают, что побеждать надо немедленно. У них свой план победы Украины. Они говорят, что надо побеждать прямо сейчас. Для этого нужно предоставить Украине то вооружение, которое ей необходимо. Они критикуют Байдена, мол, за то, что он медлит. Речь идет о дальнобойных. Это КАМС, F-16, боеприпасах, артиллерии, противовоздушной обороне и так далее. И вот здесь, Давид, как вы считаете, сколько здесь политики, а сколько реально, ну, можем ли мы говорить о том, что благодаря вот этому новому плану победы, представленным республиканцами, Украина может получить те виды вооружения, которые в свое время просил генерал Залужный для того, чтобы осуществить свою наступательную операцию? Важно понимать, кто сегодня принимает решение в Соединенных Штатах, а принимает решение в итоге. Если пакет помощи, наконец-то, я уверен, что он будет, этого проблема будет решена с пакетом, застрявшим в Конгрессе сегодня, в итоге решение принимает президент Байден и его окружение. Более того, те, кто влияет непосредственно на президента Байдена, имеют решающий голос. Голоса отдельных депутатов, отдельных конгрессменов и сенаторов, республиканцев, которые, кстати, есть среди республиканцев и противники помощи Украине, и ярые сторонники, которые даже обходят Байдена справа, причем очень серьезно, что называется. Их голоса особого значения для Байдена не имеют, причем, тем более, что речь идет в предвыборный год. Имеют их значение, их мнение, голоса только в тех случаях, когда они могут что-то заблокировать в Конгрессе или в Сенате. И вот здесь надо быть специалистом серьезным по американской политике, чтобы понимать эти тонкости, где, когда он вынужден отступить, где, когда может что-то принять их позицию и наоборот. Но давайте исходить нужно всегда из менее оптимистичных сценариев. Менее оптимистичный, но реальный сценарий подразумевает, что в скором будущем пакет Украине будет принят, и тогда администрация Байдена получит серьезный инструмент во всем, что касается возможных поставок. То есть, огромная сумма, выделенная в течение финансового года, вернее, по сути, календарного года, можно будет и далее до выборов, а там, кто победит и что произойдет, время покажет. Там же не только президентские выборы, будут и выборы, до выборы на часть мест сенаторов и конгрессменов. Это тоже очень важный момент. Так вот, дальше время покажет. А пока важно, чтобы был принят этот пакет. И здесь мне, честно говоря, сложно, и почему я говорю о сценариях более пессимистичных, мне сложно предположить, что администрация Байдена отойдет от своей вот этой довольно осторожной политики. Когда, с одной стороны, Украине оказывается очень масштабная помощь, а с другой стороны, некоторые системы либо не поставляются, либо придерживаются, либо... Ну, как бы, помощь для того, чтобы не проиграть, а не для того, чтобы победить. Не то, чтобы не проиграть, а тут их задача не в этом стоит, чтобы Украина не проиграла или не победила. Их задача – это именно осторожное избежание эскалации с Россией. Вот это вот важный момент. То есть у них нет злобного замысла, чтобы Украина проливала кровь и ни в коей мере не имела успеха в наступлении. Они боятся эскалации с Россией, и это боятся, но это слишком сильное слово, опасаются. И поэтому те многие, даже поставки, которые в итоге были осуществлены, решения принимались с опознанием на многие месяцы. Или количество не были теми, которые желательны и которые возможны. Знаете, еще есть просто желать, можно очень многое, а вот есть еще и вполне реальный подход. Я к тому, что либо администрация изменит свой подход, кстати, исключать это нельзя в лучшую сторону, но исходить надо из того, чем мы знакомы за последние два года. Это значит, что определенная осторожность сохранится, но есть и плюсы. Администрация уже с тех пор почти все свои психологические барьеры касательно поставок, почти все преодолела. То есть те же F-16, например, решение принято. И сегодня вопрос с F-16, например, не упирается в поставить 20 истребителей или 70, а он во многом упирается в то, что украинцы не могут подготовить быстро энное количество пилотов, которые будут эксплуатировать эти самолеты по понятной причине. Если пилоты новички с нуля, то это процесс на годы, а если опытных пилотов, то, во-первых, их тоже немного в Украине, во-вторых, часть из них должны здесь и сейчас выполнять боевые задания, ты не можешь снять всех пилотов с фронта, поэтому переподготовка происходит мелкими партиями. Соответственно, лишние самолеты при отсутствии пилотов ничего не дадут. Но главное, что преодолен этот барьер, и по большому счету этих барьеров не очень-то и остался. Остался с атаком барьер, касающийся ракет с унитарной боеголовкой дальностью 300 километров. Американцы почему-то вот здесь как-то особенный случай не дошли до решения. Кто знает. Главное, чтобы сейчас, в общем, был разрешен вот этот вот разрезан, Горди в узел, разрублен в Конгрессе, а далее будет видно, и как повлияют предложения республиканцев, демократов, и что будет, это уже второе дело. Главное, вот это, а там дело за Байденом, в первую главную очередь. Друзья, в том числе, благодаря интернет-магазину Гордоншоп, мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордоншоп – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты, птичье молоко, Гордон в шоколаде, и носки, и зефир, Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики, береги кадык, и даже вот такие подушки, много чего, что связано со мной. Приходите в Гордоншоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. В последнее время участились ракетные атаки по Украине, под постоянным огнем находятся и столица, и Харьков, которые находятся недалеко от границы с Россией. И вот, значит, комментируя вот эти ракетные атаки, спикер воздушных сил Украины заявил, что очень сложно, ну просто даже невозможно, он говорит, сбить там все вот эти С-300, которые летят по Украине, сбивать их прям постоянно, и говорит, что, конечно, в идеале нужно было бы наносить удары по местам запуска этих ракет. И вот на эту фразу отреагировал военный преступник Медведев. На фоне разговоров о поставках Украине дальнобойного оружия, которое способно будет пересечь границу России, он заявил, что если вооруженные силы Украины атакуют пусковые ракетные установки на территории России, ну те самые, из которых обстреливают мирные украинские города, то Россия будет наносить ядерный удар по территории Украины, согласно там своим, значит, каким-то документам. Он назвал там какой-то пункт, я, честно говоря, не углубился настолько, не могу это проверить. Однако, в целом, да, вот ядерная риторика, она на какой-то момент утихла, теперь вот снова, мы видим, Медведев к ней обращается. Насколько вообще, вот по вашим прогнозам, реально использование ядерного оружия со стороны России, когда Украина все-таки получит технические возможности и волю, скажем так, для того, чтобы наносить упреждающие удары по местам запуска этих ракет. Там с этим высказывают, ну, во-первых, Медведев давным-давно играет роль такого плохого полицейского, назовем это, хорошего, а есть плохой, который угрожает совершенно такой беспредельной форме, грубой, недипломатической, использует инструмент либо ядерного шантажа, либо просто элемент угрозы эскалации, и эта политика, этот поход в какой-то мере влияет. На Западе чувствуют вот этот легкий элемент неадеквата, назовем это, и вероятность того, что Россия, значит, слезет с катушек, и поэтому побаиваются вот эти вот задержки, о которых я говорил, задержки, запреты, ограничения, о которых мы говорили, в том числе являются частью этого шантажа, который, правда, работает лишь до определенной степени. Иногда его вынимают из чулана, когда чувствуют какую-то дополнительную угрозу, например, во время летнего наступления, в преддверии летнего наступления Украины была вот такая вот повышенная риторика. Сейчас то, что говорил Медведев, это связывают с высказыванием спикера Вооруженных сил Украины, но там, насколько я понимаю, он вообще не конкретизировал. Скорее всего, он имел в виду, что если ударят по ядерным ракетным установкам России, то есть по стратегическому оружию, а не по каким-то С-300 тактического характера, который находится в десятках километрах от российской границы, от украинской границы. Кстати, по С-300 и другим зенитным системам на территории России вблизи границы уже не раз ударяли, иногда пытались наносить удары, даже были успешны применения вооружений. Смысл ядерного шантажа очевиден. Попугать Запада, заставить его быть более осторожным. Вероятность такого, что Россия применит ядерное оружие в ответ на применение Украины обычных средств по военным объектам, вероятность крайне невелика. Я бы сказал, она практически нулевая. Это был бы полный неадекват совершенно, запредельный неадекват. Однако применение ядерного шантажа, как мы видим, это оружие постоянное в арсенале России, это стоит понимать. Что касается украинских возможностей ударить по тем же установкам С-300 или другого рода таким тактическим системам тактических ракет, то здесь, если мы не говорим о разрешении со стороны стран Запада использовать западное оружие, о собственных возможностях, то здесь, во-первых, нужно их создать, реально работающие. То есть кое-что имеется, естественно, но это кое-что должно сопровождаться возможностью получать разведывательные данные в режиме реального времени. То есть мобильную остановку С-300, ведущую обстрел Харькова, нужно, если ты хочешь ее эффективно атаковать, нужно знать всегда, где она находится, и нужно иметь высокоточные средства, преодолевающие российскую защиту и способные точечно их поразить. Это сложная задача. То есть вот такой комплекс достижения вот этой вот возможности, технической и разведывательной, их совмещение, это сложная задача. Иногда она оказывалась доступна украинцам, но над ней нужно работать. Это должно быть приоритетное направление для украинского ВПК и для украинских военных. Тем более в свете запрета со стороны Запада использовать те же установки Хаймарс и Стормшеду, и Скальп, ну и так далее по российской территории. Кстати, если бы этих запретов не было, то Россия бы столкнулась с очень серьезными проблемами, с очень серьезными потерями, украинцев бы появилась масса интереснейших военных целей. Но что есть, то есть. И поэтому эти цели нужно стремиться поражать собственными средствами, которые необходимо разрабатывать и совершенствовать. Вот раз вспомнили Харьков, это интервью выйдет 14 января, уже 15 января, издание The Telegraph предполагало, что Россия начнет свое новое масштабное наступление в Харьковской области, целью которого будет являться чуть ли не захват Харькова. И ранее там еще писали европейские СМИ, в том числе немецкое издание Bild, что Россия поставила себе за цель захват таких мегаполисов, как Харьков, Днепр и Запорожье до конца 26-го года. В целом, да, если возвращаться к этой публикации The Telegraph, анализируя ситуацию на сегодня, можем ли говорить о подготовке захвата такого областного центра, как Харьков, если на это у россиян силы? Ну, а чтобы говорить о каких-то планах операций, крупных и конкретных, во-первых, желательно либо эти планы видеть, либо слышать о них из достоверных источников, а достоверные источники – это разведслужбы, это соответствующих стран, либо видеть какие-то косвенные признаки. Значит, я могу сказать за себя лично, ни о каких планах России атаковать Харьков в таких утечках информации из достоверных источников, кроме пресловутого издания «Телеграф» мне неизвестно. Второй вариант – это косвенные признаки. Косвенные признаки – это известие и доподлинная информация о концентрации крупных сил для проведения мощной операции. Захват Харькова или его окружение невозможно без концентрации колоссальных сил, подчеркиваю, колоссальных сил по меркам этой войны на конкретно этом направлении. Если какая-то разведка или какие-то серьезные структуры имеют такую информацию, на данный момент, что у России вот она, концентрируют эти силы, было бы очень интересно о них узнать, мне о них ничего не известно. Более того, могу добавить, что Россия действует, в общем-то, с достаточно ограниченным количеством резервов, и откуда ни возьмись крупные силы, вот такие, способные решать подобные задачи, когда Россия не способна на данный прямо момент захватить Авдеевку, полуокруженную, по сути, Авдеевку, не способна продвинуться на локальных направлениях, где прилагают очень серьезные усилия, но не способна продвинуться или продвигаться на несколько сот метров за очень длительный период, вдруг задуматься о Харькове было бы, мягко говоря, очень странно. В общем, ни малейшей информации, подтверждающей в открытых источниках ни наличия такого рода сил, ни наличия такого рода планов мы не имеем. Что касается планов России в 26-м году захватить те или иные города, Харьков, Запорожье и Днепр, и до 26-го года я воздержусь от характеристик подобного рода публикаций, это кроме как домыслами и общими рассуждениями авторов, здесь это никак нельзя назвать, никто не знает, какие будут у России планы, будет ли продолжаться война, какие у нее возможности будут, какие у возможностей украинцев, поэтому это все рассуждения абсолютно философского характера, оторванные от реальности. Россия на начальном этапе войны стремилась захватить все перечисленное, и не только это, и вообще ликвидировать украинскую государственность в той или иной смысле, это очевидно. С тех пор ситуация поменялась и действует, исходя из возможного. Исходя из возможного для России в текущем году это было удержать село Курдюмовка и сегодня попытаться захватить Авдеевку после многомесячных усилий. О 26-м году и Запорожье говорить, на мой взгляд, прямо сейчас несерьезно. Спасибо за трезвый взгляд. Еще, Давид, вот мы сегодня вспоминали, обсуждали, точнее, события на Ближнем Востоке, события в Украине, и вот войны там, издание Time называло, среди десяти глобальных рисков 2024 года. Даже внесли их в тройку. На первом месте там, конечно, все равно стоят выборы Соединенных Штатов, этот кризис и раскол, который может в Америке произойти из-за президентских выборов и возможной победы Дональда Трампа. Однако вот второе место занимает расширение боевых действий на Ближнем Востоке. А третье место – это как раз вот то, о чем мы с вами говорили. Вероятность того, что Киев пойдет на большие военные риски, включая удары по большому количеству целей в России, и это спровоцирует беспрецедентный ответ России и сможет втянуть НАТО вот в эту войну. О втором и третьем пункте. Действительно ли можем говорить, что сценарий ужесточения боевых действий на Ближнем Востоке и в Украине – это действительно глобальные риски, которые входят в первую тройку? Ну, дело тут в том, что, в общем-то, других особых военных рисков нет. Ну, или есть, но они достаточно незначительные, поэтому за отсутствием, слава богу, других, то, что существует и то, что довольно реалистично, рассматривается в качестве таких вот серьезного потенциала. Однако, то, что описано, какой-то беспрецедентный ответ России, НАТО заставят вмешаться, НАТО не считает это своей войной, если на НАТО никто не нападет, НАТО не вмешивается. Такова реальность современная. Значит, кроме всего прочего, я не очень понимаю, какой такой великий ответ Украины должен заставить Россию на великий беспрецедентный удар. Что там Россия до сих пор не сделала, что можно назвать беспрецедентно. Россия, конечно, кое-какие мелочи, кое-какие расклады Россия не использовала, но, тем не менее, в принципе, Россия пыталась ликвидировать украинскую государственность, наносила массированные удары по любым объектам в Украине, чего только не делала Россия. Вот, кстати, военный преступник Медведев как раз, Давич, тоже сказал, что Россия использовала уже все виды вооружения, кроме ядерного, для того, чтобы наносить удары в Украину. Если Россия перейдет все границы разумного и адекватного, вдруг решится использовать ядерное оружие, это в самом деле станет дичайшим потрясением для всего мира, мировой политики и приведет к непоправимым последствиям, в первую очередь, для самой России. Но это особый сценарий совершенно, а поэтому здесь война России и Украины должна будет развиваться, скорее всего, по сценариям гораздо более банальным. В том числе, наиболее банальный, это, как сегодня прогнозирует, позиционная война без особых успехов для сторон. Поэтому риск, который обозначен в статье, ну, да, он какой-то существует, но это, в общем-то, тоже не то чтобы фантазия, но такой очень смелый прогноз. Касательно Ближнего Востока, безусловно, есть шансы на расширение войны по сравнению с нынешними сценариями. И в некоторых случаях я бы не сказал, что это риск. Возможно, это расширение, это будет благо, если будут приняты нужными игроками правильные решения, хотя эти благо, это подразумевает потери, подразумевает жертвы, подразумевает потрясения. Однако ликвидация угроз, серьезных угроз, причем, если мы говорим об Израиле, конкретно Израилю, но и не только Израилю, а, в общем-то, и региону, и миру, это положительный сдвиг, если до этого дойдет дело, даже если оно сопровождается рисками, в первую очередь под угрозой миру, региону, и конкретно Израилю, я подразумеваю Иран, и иранских союзников. И если эта иранская угроза будет снижена, называть это риск, даже путем расширения войны, называть это риском я бы не стал. Это благо, хотя это благо, конечно, дастся непростой ценой. Еще один риск, который называют The Time, это война на Тайване, и вот как раз в день, когда мы с вами общаемся, Тайвань проголосовал, проголосовал за кандидата, который поддерживает идентичность Тайваня, который противостоит Китаю. И как раз результаты этих выборов называли историческими. Почему? Потому что многие мои собеседники на этом канале, они утверждали, что в случае, если Тайвань поддержит как раз представителя, который выступает за отделение, за идентичность, то Китай может пойти на силовое решение вопроса, непосредственно пойти войной на эту территорию. В последнее время мы видим, что Китай и от Си Цзиньпиня, например, часто звучат фразы и призывы к его военным, готовятся к большой войне. И вот Китай тоже часто ставят в одну линию с Россией, Ираном, пускай и не публично, но не публично так точно. В целом, анализируя ситуацию, можно ли говорить о том, что Китай, как еще одна сверхдержава, которая пока что единственная, грубо говоря, кто так или иначе не втянута в войны, можно ли говорить, что Китай тоже готовится к войне и, возможно, эти выборы станут новой отправной точкой? Китай, несомненно, совершенствует вооруженные силы, а совершенствуя вооруженные силы, ты автоматически в той или иной степени готовишься к войне. Более того, у Китая долгосрочная стратегия развития как собственной экономики, так и, собственно, технологических направлений и вооруженных сил. Причем она долгосрочная на многие годы и десятилетия вперед. Китай играет в долгую, Китай не склонен к таким резким шагам, тем более военного характера, которые способны навредить вот этой вот долгосрочной стратегии развития. Правда, есть одно но. До относительно недавнего момента у Китая было сменяемое руководство и элементы коллективного руководства. Сегодня председатель Си имеет более-менее единоличную власть, а когда кто-то имеет более единоличную власть, гораздо труднее просчитывать те или иные ходы и стратегию, и подходы. В общем, когда человек правит один или на него влияет малое количество окружающих, он может принять очень необычные и нелогичные решения, но и Путин яркий тому пример. Однако, если предположить, что Китай более-менее придерживается своей старой стратегии долгосрочной, то ожидать в ближайшее время войны с Тайванем не стоит. И есть тому очень четкие причины, в том числе. Война с Тайванем остановит экономическое и технологическое развитие Китая в принципе. И есть еще один момент. К войне с Тайванем нужно быть готовым. Если ты хочешь захватить Тайвань, а иметь основание, что Китай способен здесь и сейчас захватить Тайвань, у меня лично нет. Я скажу более того, если Тайвань в связке с Соединенными Штатами воюет, то Китай вообще нечего ловить и даже задумываться о подобной операции боевой нет никакого малейшего смысла. В одиночку с Тайванем, который будут поддерживать Соединенные Штаты, скажем, вооружением и косвенными способами, и то на данный момент форсировать пролив и захватить такой остров, вряд ли у Китая есть возможности. Очень вряд ли. Но Китай к этому стремится. К созданию такого рода возможностей. Отсюда риторика, отсюда запугивание Тайваня. И отсюда декларативная вот эта вот попытка преднепопытка. В общем-то желание придерживаться принципа единого Китая и декларация того, что независимость Тайваня, объявление им независимости недопустимо. Кстати, новый президент Тайваня, я очень сомневаюсь, что он объявит, победивший на выборах, он объявит о том, что о формальной независимости это не входит в планы, насколько я понимаю. В общем, говоря так, исходить, если из стратегии Китая, развитие, война не в его интересах. Но Китай готовится к войне, и риски этой войны существуют. Прямо здесь и сейчас, я не думаю, близко, что Китай решится на войну, если не будет вот какого-то вот такого совершенно необычного хода со стороны тайваньцев, например, объявления независимости. И главное другое, если Китай знает, что американцы вступятся за Тайвань, ему абсолютно-абсолютно нечего ловить, ни при каких условиях, даже если он станет в военном отношении еще несколько сильнее, чем сейчас. А он, несомненно, станет несколько сильнее, потому что китайцы играют в долгую. И в том числе перспектива войны в долгосрочной перспективе, извиняюсь за тавтологию, она, скажем так, повышается. Она, безусловно, повышается, но не здесь и сейчас. И китайцам есть еще куда стремиться в плане развития экономики технологий. Запад – это главный источник развития Китая. И с точки зрения рынка, и с точки зрения пополнения технологий. И поэтому прервать отношения с Западом ради вот таких ходов, которые свойственны в большей степени России, это не в духе китайской политики до сих пор. Но авторитарное правление, единоличная власть, что вам сказать? В общем, надо тщательно следить за анонсами и смотреть, какие практические шаги предпринимают китайцы, декларации, всякого рода, например, учения и запугивания. Это важный инструмент, но не стоит их переоценивать тоже. Следить и смотреть – это еще и хороший совет нашим зрителям. Для того, чтобы это делать, нужно подписаться на YouTube-канал Давида Шарпа, а также на YouTube-канал Дмитрия Гордона, Лея Сабацмана в гостях у Гордона, для того, чтобы не пропускать новую аналитику. Друзья, уверен, вам было интересно. Поставьте лайк этой беседе. Израильский военный обозреватель Давид Шарп сегодня к нам присоединялся. Давид, благодарю вас. Спасибо, Алексей, всего наилучшего. И спокойных дней, хороших новостей. Да, благодарю вам также. До новых встреч. До свидания. Вітаю. Прошу вашей допомоги у розшуку ось этого хлопчика. Его имя – Олександр Корсунский. Сашкове 13 лет, и сник он в тимчасово окупованной горлевке Донецкой области. Сталося це влітку цього року, а саме 17 серпня. И уявить, с того часу про хлопчика немає жодної звістки. Де и с ким він зараз – невідомо. Звісно, не випущено, что Сашка могли вивезти в Россию, как это, на жаль, часто бывает с детьми на окупованих териториях. Але це лише припущення, і насправді хлопчик досі може бути в окупації, або не маємо виключати вірогідності того, що дитина опинилася на підконтрольній Україні території. Однак у сили тих чи інших причин не може про себе сповістити. Тож прошу абсолютно усіх, а особливо жителів окупованої Горлівки, які можуть бачити це відео у соцмережах, вдивіться уважно в обличчя Сашка. Якщо ви упізнали хлопчика, не зволікаєте і, будь ласка, одразу ж повідомте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Якщо незручно або немає можливості телефонувати, ви можете написати нам на сайті або ж у чат-боті Служби розшуку дітей у Телеграмі. Не залишайтеся байдужими і давайте разом зробимо усе можливе, аби розшукати зниклого хлопчика. Я дуже сподіваюся, що з Сашком усе гаразд, що він живий і здоровий, та нам із Вашою допомогою вдасться його розшукати. І, до речі, цілком може бути і таке, що хлопчик, наприклад, разом із дорослими, тікаючи від війни, опинився у одній з європейських країн. Тож, будь ласка, запам'ятайте, чи запишіть цей номер 116-00. Це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. А тому, якщо ви перебуваєте у одній з європейських країн і раптом побачите хлопчика, схожого на Сашка Корсунського, одразу повідомте на короткий номер 116-00. Я розповів лише про одну з багатьох непростих історій дітей, які зникли без звісти. Інформацію про усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати, ви можете подивитися на сайті Служби розшуку дітей. Тут є фото дітей, які зникли і потребують нашої з вами допомоги. Тож, прошу, не будьте байдужими, вдивіться в обличчя цих дітей, і якщо ви знаєте бодай якусь інформацію про когось із них, будь ласка, одразу зв'яжіться із нами. Номер гарячої лінії Служби розшуку дітей – 116-00. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. Ясна річ, зараз переважно більшість дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, так чи інакше пов'язані із війною. В окупації, при фронтових містах чи селах або ж під час евакуації. Але водночас, як і до війни, зараз трапляється чимало випадків, коли діти зникають через втечу з дому. До такого вдаються переважно хлопчики та дівчатка у підлітковому віці. А причини бувають дуже різні. Конфлікти у сім'ї, недостатня чи навпаки надмірна увага батьків, булінг у школі, на жаль, насильство або ж банальний пошук пригод, незалежності та свободи. Служба розшуку дітей підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому. Одна з таких порад – повага батьків до дитини. Проявляйте повагу до особистості дитини, до її особистого простору, до її речей. Часто ми не помічаємо, як наші діти дорослішають. І те, що було нормально в поведінці з малою дитиною, абсолютно неприйнятне в поведінці з підлітком, наприклад. Ми не можемо зайти в кімнату до підлітка, не постукавши. Тим паче ми не можемо зайти в ванну кімнату, коли він там. Не можна ритись в його особистих речах без дозволу. Не можна читати його переписки. Це все порушує його приватність, порушує кордони, змушує його чутися незахищеним і спонукає до втечі, спонукає до пошуку безпечних місць десь поза домом. А хіба нам це потрібно? Отже, побудова здорових стосунків між батьками та дитиною. У дитини має бути власний простір, куди батьки без згоди не мають втручатися. І головне – повага у підлітковому віці є надзвичайно важливим фактором.